Я периодически сейчас сталкиваюсь, даже послезавтра, у меня завтра одно интервью и послезавтра один человек несколько раз попросил. Он сам через его курсы прошло 70 тысяч женщин матерей, у него написано. И он говорит, когда мы поднимали тему религии, а это регион мусульманский, он говорит, все прямо в штыки. То есть, поэтому он просил у меня интервью, ну, чтобы как-то пояснить вообще, что как ребенку учить религии, не учить. Многие родители боятся учить детей религии. Боятся учить детей религии. И это причем не только в бывший Советский Союз, это и Европа, и Арабский мир и так далее, и Турецкий мир. То есть где-то даже делают сейчас акцент больше на светскость, потому что очень боятся родители, что дети попадут в какие-то не те религиозные течения. Этот момент есть. Но я на этот счет говорю, как вы думаете, что? Да, я говорю о том, что вы, как родители, обязаны дать ребенку. Вот шесть толпов веры. Пять толпов религиозной практики. Намаз, чтобы он с четырех с пяти лет уже научился намаз читать. И читать Куран. Это буквально пять, шесть, семь лет. И дальше вы обязаны поддерживать это до двадцати. А лучше до двадцати пяти. Помогать ему. Это основа. Поэтому даже, если в какой-то медресе его даете, ребенка, вы должны контролировать, чему там учат. Как некоторые мне порой присылают и говорят, вот я медресе спросил про вас, мне сказали, Шамиля Людинова не слушать. Некоторые так и говорят. То есть вы для нас, как лакмусовая бумажка. Скажи Шамиля Людинов, сразу будет понятно, кто это такие. Если запрещают Шамиля Людинова, понятно, значит, да. Лучше туда не ходить. Но опять же, а для некоторых наоборот. Если запрещают, значит, тут что-то такое настоящее. Шамиль Людинов же ФСБшник, а здесь какие-то искренние мусульмане. Если они Шамиля запрещают, значит, они искренние мусульмане. Они не боятся власти. Они не боятся еще что-то. Люди так и говорят. Вот удивляешься. Удивляешься – проявляешься. Поэтому из того, что я могу посоветовать, наша обязанность. Человек должен понимать – обязательно намаз, обязательно чтение Корана. И это поддерживать на должном уровне, пока человек не уйдет в самостоятельную жизнь. А начать с четырех с пяти лет. И контролировать, а не просто так. Отдал кому-то там своего ребенка, там разберутся. Ничего разберутся, ничего не разберутся. Потом обратно вернется ребенок и скажет – мама, ты намаз не читаешь, ты кафир. Папа, ты намаз не читаешь, ты кафир. Таких вот столько примеров. Вот, вот, по уши примеров. Ну, извини, дорогой, ты же думал, что там все вот так бесплатно твое ребенка всему научат. Вот и научили тебе. Теперь расхлебывай. . Некоторые религиозные течения, это уже другие религиозные течения. Они считают, что нужно полностью отойти от вообще государственной жизни, от политики, от вообще там активной жизнедеятельности. И самое главное для них – это внешний вид. Ну, то есть есть такие течения, на самом деле. . И они считают, что если внешних характеристик не будет мусульманских, то тем самым все как бы, ну, ислама не будет. . И они считают, что вот эти внешние все проявления религиозности, они помогают человеку наличию веры в сердце человека. . И в зависимости от того, насколько человек внешне соответствует, настолько он и по вероубеждению. Ну, есть наиболее такие яркие примеры. Это вот, когда у нас в конце девяностых появился, например, таблик джемат. Ну, то есть вот штаны, вот одежда, вот мисвак, вот борода, вот это, вот это. То есть все-все-все-все-все до мелочей, там прямо все разложено по полочкам в их книжках, как внешне выглядеть. То есть они в большей степени отстранены от жизни, но внешне они должны соответствовать определенному, определенному там все по суне. И он говорит, да, есть некоторые течения, которые у них вот такой некий элемент отстраненности есть, и поэтому у них там на три дня они выходят, потом на сколько-то недель, потом на сколько-то месяцев. Ну, в итоге человек от социума отходит. И, конечно, тоже. Ну, то есть, хотя они в России запрещены, но, насколько я знаю, там они никакие не радикалы, но у них вот они конкретно заморочены на внешнем виде. Здесь как раз об этом он говорит, о таких течениях. . . Ну, здесь он говорит о том, что есть вот такие взгляды. Ну, как здесь вот он до этого сказал, там и такфериты, и вот там те, кто внешним характеристикам очень сильно придерживаются внешних. И он говорит, эти разные мнения, подходы, течения, они . Ну, он говорит, так он говорит, что они из ниоткуда не появились. Всему этому предшествовало определенное, как бы там, изучение вопроса. Они убедились именно в таком подходе. Они не нашли какого-то научного ответа на свои убеждения. И тем более, что к их взглядам с уважением не отнеслись, а некоторые из них начали получать в свою сторону, там, ну, то есть, их закидали, засыпали там палками. Такой образ здесь, он говорит. И в итоге это их превратило, ну, то есть, они закрылись в себе, ограничились собой. Это и придерживаются того, в чем они находятся. Но он говорит о том, что нужно там вести с ними некий такой диалог и так далее. Я не сторонник. И с разной течения, как он здесь сказал, и с разной взгляды. Если то или иное течение, тот или иной взгляд развивает вас, то есть, открывает вас жизни. То есть нужно смотреть. Если вам, вы заходите там в ту или иную, ну, сейчас много разных течений есть, через интернет в том числе. И вам говорят, это запрещено то, запрещено, это запрещено то. Только этого шейха слушать, только это делать. Но вы сразу должны понять, что вас в определенную информационную такую тюрьму сажают. Все. И, ну, интеллектуально порабощают. Это ненормально. А если вам говорят, да, вот у нас вот такое течение, мы делаем акцент вот на это, вот на это. Остальные могут быть другие течения, там, они тоже правильные. Каждый по-своему правильный. У нас, например, вот такое там суфистское течение. Или вот такое салифистское течение. Вот мы делаем акцент вот на это. Все. То есть, когда человеку раскрывают вот так вот глаза, да, все вот эти нюансы, все прозрачно. Человек сам принимает решение, нужно это ему или нет. Но, как я сказал, о том, что самое главное, это все-таки, ну, я как бы всегда был таким сторонником. То есть я с разными людьми пересекался, с разными течениями пересекался. Я сторонний, как бы, вот такой. Ну, может, это так слишком правильно звучит. Да, следовать Курану и Сунне. Все не следуют Курану и Сунне. Но так, чтобы не завися от того, что какой-то Амир что-то тебе сказал или приказал. Любой мусульманин должен знать свою программу минимум. Вот, очевидно, запретные вещи. Вот, очевидно, обязательные вещи. Мастата о том, насколько можете их выполнять, как сказано в хадисе. Все. И двигайтесь. Будьте обязательно в этом. Есть джума, есть пять обязательных молитв. А вот это вот, когда начинает тебя там за ошейник куда-то привязывать, к какому-то там шейху чего-то, то, ну, это в современных реалиях имеет определенную опасность. . Ну, да. Он говорит, здесь силой не изменишь убеждения. . Но здесь один абзац, он говорит, с учетом современных реалий. Он говорит, силой неправильные убеждения не изменить. Нездоровые какие-то крайние радикальные убеждения силы не изменить. Необходимо . Необходимо, чтобы мнением высказывались и такие, и такие. . Аргументы высказывались и такие, и такие. . Пока не избавятся мусульмане и мусульманские страны от бед, которые нескончаемы. И вот , из которых выхода нет, кроме как смерти. Это я вам его перевел. Но здесь тоже свои нюансы. Я всегда сторонник того, что вот есть разные взгляды, разные подходы. Мусульманское богословие – это просто шикарная палитра красоты аятов, хадисов, мнений. Я не раз цитировал вам . В Коране говорится, пророк призывает вас к тому, что вселяет в вас жизнь. Вы хотите жить. То есть, читая аяты, вы хотите жить. Читая хадисы, вы хотите жить. Вы хотите развиваться, познавать, учиться, работать. Вы видите земное, вы видите вечное. Все. Вот. Коран и сунны открывают вам жизнь. Вам хочется жить. Это отлично. Я считаю это хорошо. И здесь могут быть там… Сегодня один делает акцент на это. Другой делает акцент на это. Классно. Харам. Все полностью отсекает. Обязательно в меру сил возможностей выполняет. А сказать о том, что вот сейчас мы тут со всеми договоримся. Ты давай приведи свой аргумент. Он приведет свой аргумент. Но мне как… Я не знаю, в какого факультета он, выпускник. Я просто как выпускник факультета шариата и как практика в этих вопросах. В этих вопросах все равно разные мнения будут. К единому мнению все равно не прийти. Это задача богословов просвещать, давать палитру мнений. А задача людей просто практиковать религию так, чтобы от этого они становились счастливыми и имели перспективу счастья, в том числе и вечного. На этот счет по поводу аргументов можно с дагестанцами поговорить. С местными мулами, имамами, муфтиями. И они очень хорошо скажут, что там веками. . Этот ответил этому вот так, тот ответил этому вот так, тот ответил этому вот так. Это до бесконечности ответ, ответ, ответ. Я не сторонник этой всей философии. Потому что там уже от аятов и хадисов ничего не остается. Глупые полемики, которые… Жизнь… Я не вижу смысла, по крайней мере. Кому-то интересно, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok